Приветствую, друзья мои! Вы на канале Рыболовные Приключения. Здесь мы приготовляем рыболовные насадки для карася, леща, карпа, платвы, осенние ароматизаторы, дипы. И, конечно же, выезжаем на реки и озера и тестируем это все на наших рыбах, которые водятся в наших водоемах. Сегодня я покажу вам интересный аромат для рыбалки, который осенью показывает шикарные результаты. Недавно мы готовили сало для рыбалки с добавлением корицы. Кто не видел, вот небольшой фрагментик. Я думаю, что осенняя платва обожает корицу, поэтому цель будет на нее. Ребята, смотрите! Смотрите, какая платвина огромная на флет! Кукурузу повесил отдельно и сало. Кукуруза висит, а на сало взяла. И, друзья мои, рыболовы задали мне вопрос, а может эта прикормка приманила рыбу и насадка была уже не так важна? Попробую добавить корицу в прикормку и посмотрим, соберет ли она рыбу на точке или нет. Ну что ж, друзья мои, давайте приготовим прикормку с ароматом корицы и выйдем на осеннюю рыбалку. Потестируем ее по холодной воде. Магазинная прикормка – самая дешевая обычная рыболовная база без каких-либо ароматов. 20 грамм перемолотой корицы. Начинаем тест. Запах корицы такой обалденный. Поклевки тут же пошли. Значит, рыба очень ее обожает. Времени на осеннюю рыбалку у меня было около двух часов. После того, когда закормил точку, стали клювать небольшие густерки и небольшие подлещики. Так и знал, что оторвется. После густерки подошел вот такой подлещик. Ну что, подлещик тоже любит, получается, корицу? А, друзья, вот зачем мы пришли. Вот она, вот она, друзья. Смотрите, какая жирная. Ну что, корица рулит по плотве, только надо подобрать насадочку. Ловил я на один опарыш, один мотылик. Клювала ерунда, а? Большой насадке и рот радуется. Смотрите, какая пузатая. Фух, думаю, неужели корица не сработает? Как-то тестировал, работала. А тут тишина такая. Вот такая густерка. Уже, наверное, штук 15 поймал. Уже не снимая их, думаю, толку. Одна в одну, ничего нового. И вот, наконец-то, хорошая поклевундия. И вот плотва. Пуфка была. Вроде бы успел. Сто пудово плотвиная. Так мощно. Ух ты, как сопротивляется. Так мощно только плотва клюет. Я пока вторым фидером занимался. Думаю, дай пока там поменяю опарыш. А то да, все. Смотрю, что да, да, колокольчики. Ё-моё, пока за камерой сюда в одном прыжке все сделал. Итак, кто к нам пожаловал? Ну же, плотва. Давай, давай, давай. Друзья, смотрите. Нифига себе. Нифига себе. Да это не плотва, это монстр какой-то. Офигеть. Вот это плотвина. Я, если честно, в этом году еще таких не ловил. Вот это круто. Корица дает плотве очень приятные ароматы она подошла. Вот это монстр. Осенью на рыбалке корица показала шикарные результаты. Великолепно работают насадки с ароматом корицы. Хорошие результаты по холодной воде на рыбалке показывает тесто с добавлением корицы. Также можно делать рыболовную насадку, манная болтушка. Перловка с добавлением корицы показывает тоже великолепные результаты. Как недавно выяснили, и сало с ароматом корицы показало шикарный результат при ловле плотвы. В прикормку можно добавлять корицу и она будет отлично держать рыбу на точке. Аромат корицы привлекает таких рыб, как платва, густера, подлещи, карп, карась, сазан. Вся речная мирная рыба придет на этот аромат. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. И помните, с каналом Рыболовные приключения всегда клево. Пока-пока. Пока.